Добрый день! Сегодня мы с вами изучим неисправности транспортных средств, при которых запрещено их участие в дорожном движении. Внешние садовые приборы. Запрещается участие в дорожном движении. Есть и количество, тип, цвет. Расположение режима работы внешних садовых приборов не отвечает требованиям конструкции. Итак, мы видим, что на транспорте отсутствует одна фара. Участие запрещено. На данном сюжете мы увидим транспортное средство, которое движется без фары. Без внешних садовых приборов, при их отсутствии, при неисправностях участие запрещено. Внешние садовые приборы. Это не только фары, но и задние фонари. Указатели поворотов. На транспортное средство, снятое с производства. То есть у нас машина ретро. Давно снято с производства, не производится. Допускается установка внешних садовых приборов. Фар, фонарей, спереди и сзади. Указатели поворотов. А других моделей. Марок. Так как в продаже, наших садовых приборов уже нет. Кроме того, разрешается установка лишь двух протитуманных желтых фар спереди транспортного средства, если они не были предусмотрены заводом-изготовителем и заводом не были установлены. Обратите внимание, что протитуманные фары находятся ниже основных белых фар и должны стоять ближе к середине, к центру транспортного средства. Ближе к середине, к центру и ниже белых фар. Запрещают за участие. Если нарушена предусмотренная регулировка фар, периодическую регулировку фар мы должны проверять. Проверку осуществляем на станции техобслуживания. Фары должны светить не вперед идеально, прямо. Они должны освещать поверхность дороги и слегка смещены вправо. Больше освещать обочину и середину полосы движения, в которой мы движемся. Участие запрещено, если не работают в установленном режиме, либо загрязнены внешние световые приборы и даже световозвращатели. Фары и фонари должны быть чистыми и исправными. Выезжать, участвовать запрещено, если один прибор неисправен. Как мы видим у автобуса, исправен только левый и задний габаритный фонарь. Правый неисправен. Выезжать из гаража и участвовать в движении было запрещено. Перед началом движения мы должны проверить техническое состояние и вымыть не только стекла, но и фары, и фонари спереди, и сзади, а также регистрационные номерные знаки на кузове, либо на бампере. Все должно быть чистым, читаемым и исправным. Участие запрещено, если на приборах световых отсутствуют рассеиватели. Рассеиватели – это стекла. На фаре стекло, на фонарях пластик. Но эти рассеиватели имеют свою структуру и свой рисунок, ребристость. И эти свойства ребристости позволяют рассеивать свет от лампочек в нужном направлении с определенной мощностью. Запрещается ставить фары, фонари, лампочки повышенной мощности, потому что они будут искажать работу внешнего светлого прибора, фары будут слепить встречных и плохо освещать проезжую часть. А фонари могут искажать свет, либо недостаточно ярко показывать указатели поворота. Отсутствует рассеиватель в блоке фонаря левого. В данной машине полностью задний левый фонарь отсутствует рассеиватель. Участие запрещено, если установка проблесковых маячков не соответствует требованиям. Да, периодически требования меняются. И сама форма маячков, и даже подача светового сигнала изменяются. Запрещается спереди транспортное средство устанавливать приборы красного света, а сзади белого. Вот, спереди поставлены лампочки красного света. Участие запрещено. Сзади белые фонари и фары устанавливать запрещено. Но есть исключения. Подсветка при движении задним ходом на автомобилях легковых включается либо один белый фонарь, либо два. А еще у нас сзади исключения один фонарик, который подсвечивает номерные знаки регистрационные. Вот здесь лампочка подсвечивает номерной знак. Другие приборы белого света сзади транспортное средство установили запрещено. Участие запрещено, если внутри внешних сзади приборов, оптических элементов, фарах, фонарях находится непредусмотренная конструкция предмета, насекомая, грязь, либо жидкости. Посторонняя жидкость фонаря в фарах приведет к тому, что на неровностях, на выбоинах, при проезде искусственной неровностей, железнодорожного переезда, машину качнет, и эта жидкость при включенной фаре попадет на лампочку. При попадании жидкости на лампочку, лампа перегорает, и происходит короткое замыкание сети. Машина глохнет, либо на переезде, либо на искусственной неровности, либо на выбоине. Предпосылка к ДТП. Запрещается участие, если сигналы торможения, сигналы торможения позади, фонарики красные, работают в проблесковом режиме. Касаемся педали тормоза. Как только коснулись педали тормоза, фонарь красные, два, сзади, слева и справа, должны, не мигая, загораться и гореть до тех пор, пока мы не уберем ногу с педали тормоза. Мигает сигналы торможения. Участвовать запрещено. Это же требование относится к опознавательному знаку автопоезд. Три фонарика на крыше грузовика, трактора, желтого света, должны, не мигая, гореть. Они обозначают автопоезд. Транспортное средство движется с прицепом. Мигают. Участие запрещено. Разрешается установка на любом транспортном средстве лишь двух противотоманных фар, если они не были установлены заводом-изготовителем. Где и как установлены, я вам рассказывал. Ниже основных фар и ближе к оси, к центру транспортного средства. Вот установлены дополнительно две противотоманных фары. Противотоманные фары желтого света. Желтый свет яркий, мощный. Эти фары не должны светить вперед. Они должны освещать поверхность дороги слегка направлено вниз. И, как правило, освещать поверхность дороги асфальт на удалении 25-30-50 метров, не более. Запрещается участие в движении, если установлены дополнительные фары, приборы, освещение. Кроме двух противотоманных фар, которые были разрешены установить, если не были установлены заводом-изготовителем. На данном сюжете мы видим, как на транспортном средстве установлены фары на кабине, на крыше и внизу непредусмотрены конструкции транспортного средства. Запрещается участие, если установлены дополнительные фары на крыше автомобиля. На этом мы закончим с вами обсуждение и изучение неисправности транспортных средств, при которых запрещено их участие в дорожном движении. Всего доброго!